Эта земля не какой-то пустырь, а газон сквера на Усково-Взлетной. Трава, которая растет, как ей вздумается, вокруг посаженных деревьев. Если не всматриваться, новая зеленая территория. Но пройти мимо, не обратив внимания, могут не все. К сожалению, что не поливается. Вот сейчас шла и думала, хоть бы какую-нибудь поливочную систему придумали бы, поставили, чтобы зелено было, сухо. Земля-то потрескалась вся. Сквер за 17 миллионов рублей заложили меньше года назад. И для нового района высоток это единственная зеленая зона. Ведь обещанного парка там все еще нет. Горожане место уже облюбовали. Здесь гуляют дети, мамы с колясками, молодежь. Это важная точка на карте города. Другое дело, что сквер не ухожен. Люди обращают внимание на мусор, сорняки и то, что проект и его реализация отличаются. Здесь должен быть заборчик огороженный, чтобы хотя бы не было такого, что он вытаптывается. Вот вся вот эта территория, она уже детьми вытоптана. И следовательно, это как бы больше сохранится для населения, чтобы зелень была. Даже вот песок завезли и он уже лежит год тоже. Поэтому не знаю, что хотели сделать здесь. В администрации города с жителями не согласны. Говорят, за сквером следят. По весне провели обследование. В итоге 8 деревьев не прижились и их заменят. Урны чистят, лавочки восстанавливают после вандалов. Газон только за май поливали 11 раз. И в ближайшее время уберут проплешины. Участки вымораживания есть. Подрядная организация, изначально, которая обустраивала это место, она взяла на себя обязательства по досадке газона. Будет значительное скопление объемов фаерсных соков, дождевых и талых вод. Эти условия будут благопрепятствовать для повторной высадки газона в тех местах, где у него малая степень схожести. И подрядчики именно в это время и планируют выполнять свои работы по гарантии. В планах города создать здесь искусственный водоем. Его, кстати, ждут и сами жители. Но в первую очередь людей волнует состояние уже существующей общественной территории. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.